Почему за чиновницу, которую улечили в многомиллионных взятках, заступаются простые люди? О каких коррупционных фактах идет речь? Об этом и не только уже готовы рассказать корреспонденты Информбюро. Добрый вечер, студия Оскар Индебаев и мой коллега Ирганат Кубжаса. Смотрите сегодня. Обаретень с дурью, замначальника управления по борьбе с наркобизнесом, торговал героином. Какую партию он пытался сбыть? И кто ему в этом помогал? Почему руководство ОБН оказалось не в курсе? Кто там в Нур-Султане готовится к поквартирному обходу? С каждого района привлечь по 100 волонтеров. Какие документы лучше держать на готове дома? И во сколько все-таки обойдутся нам выборы? Как обстоит дело с кандидатами? Кому в президенты идти нелегко? Точка зрения 16-летнего студента колледжа отчислили за гражданскую позицию. Кому она пришлась не по душе? Мне нравится свой колледж. Как же учить там языки? Как история связана с мамой студента? И сможет ли Дамир Молдагул восстановиться? Откуда яд? Причиной массовой гибели рыбы в Атерау стало отравление хлором. Кто сбрасывал в реку ядовитое вещество? Возбуждено два уголовных дела. Расследование затянулось. Почему? И сколько в итоге мертвой рыбы собрали с берегов Урала? Беспрецедентный и в то же время вопиющий случай. Комитет национальной безопасности задержал заместителя начальника управления по борьбе с наркобизнесом в городе Нур-Султане подполковника полиции и следователя следственного отделения управления за причастность к сбыту больше полкилограмма героина. Это очень большая партия. Речь идет о колоссальной сумме, ведь на черном рынке грамм высококачественного героина может стоить около 130 долларов. Кроме того, статусного полицейского и его подельника признали виновными в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам арест представителей правоохранительных органов произошел еще в августе 2018-го. То есть дело расследовали без какой-либо огласки. За это время прошел даже суд. Сегодня в КНБ распространили эту информацию. Канторин и Азимхан признаны виновными по части 3 ст. 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также Канторин дополнительно по части 3 ст. 297 и части 1 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан и осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной и средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В Алматы из колледжа отчислили 16-летнего студента якобы за собственное мнение. Так считает сам Дамир Молдогул и его мама. Все произошло после того, как подросток высказал свою позицию о переименовании столицы. После этого их двоих вызвали в учебное заведение и вручили справку об отчислении. Теперь Дамир вынужден снова ходить в школу, но Гали Карабаев навестил семью мальчика и узнал, как изменилась его судьба. Это моя комната. Я люблю географию, историю изучать, разные страны. Вот вы видите флаги разных стран. Еще большой флаг Казахстана, потому что я люблю свою страну. Чтобы добраться до колледжа, стою в 4 утра, потом выхожу в 5, чтобы дойти до своего колледжа. Мне нравится свой колледж. Так 16-летний Дамир Молдогул рассказывает о своей жизни. Он живет в поселке, что в 60 километрах от Алматы. Но расстояние для него не было препятствием. Настоящий удар Дамир испытал, когда узнал, что его отчисляют. И все из-за того, что он высказал на улице свою позицию о переименовании столицы. У нас демократическая страна. Я просто хотел выразить свое мнение. И когда за то, что я высказал свое мнение, из колледжа вычислили, отчислили. Сказали, что отчисляют из-за того, что я нарушил их правила. Но если бы мы знали настолько серьезное это последствие, то мы и не делали бы. В колледже Дамир изучал иностранные языки. Английский и немецкий. Дома самостоятельные еще два языка. Японский и иврит. Мечтает стать мультипликатором. Несмотря на то, что семья малоимущая, только отец зарабатывает частным извозом, они старались ежемесячно платить за учебу сына. Хотя иногда сумму приходилось добывать с трудом. Поэтому отчисление стало стрессом для всех. Как объяснила Мирамбуль Джанузакова, она подписала какие-то документы. На основании чего и был исключен их сын. Если честно, я подписывала, сидела, плакала, когда мне это говорили. Я писала под диктовку, и я даже не знаю, что я писала. Я знаю, что я подписывала. Но я думала, так будет удобно для него, чтобы не говорили, чтобы это не навредило моему сыну. Только поэтому. Сейчас Дамир вынужден снова ходить в школу, пока не решится вопрос о его дальнейшей судьбе. В колледж дозвониться не удалось. Но в Акимате Алматы сообщили, что знают об этой истории. И в колледже готовы вновь принять студента. Поэтому администрация мегаполиса обещала помочь Дамиру, если у него возникнут проблемы с восстановлением. Сейчас это главная мечта семьи Молдагул и самого студента. Минфин намерен сократить расходы на проведение выборов до 9 миллиардов 400 миллионов в тенге. Ранее Центральная избирательная комиссия запрашивала 12 миллиардов с учетом получения трех минимальных заработных плат работниками комиссии. В ведомстве пересмотрели и оклады, и техническое оснащение. Какие новшества будут в предвыборной кампании? И почему по ночам к жителям Нурсултана будут приходить полицейские? Расскажет моя коллега Зарина Беремкул. С сегодняшнего дня и до 29 апреля жителям столицы стоит ждать визита полицейских. Вплоть до 11 часов ночи в будни и 6 вечера выходные. Вместе с волонтерами и безработными они проведут подворовой обход перед президентскими выборами. В работу у такой комиссии входит перепись всех жителей с учетом адреса регистрации и фактическим местом проживания. С каждого района привлечь по 100 волонтеров. Они будут разделены по группам по 2 человека. Их будет сопровождать сотрудник этим полицией. В центре занятости нам выделили квоту на этих людей, чтобы была оплата. Как оплатят труд волонтеров и переработку полицейских, которые гарантируют безопасность обхода, пока неизвестно. Зато стратами на подготовку выборов определились в Центральной избирательной комиссии. Ранее в ЦИК просили 12 миллиардов тенге, но Минфин сократил расходы до 9 миллиардов 400 миллионов тенге. В условиях этой внеочередной выборной кампании мы буквально за полторы суток примерную смету расходов составляли. И Минфин не согласился с некоторыми ценами, которые в бюджетных заявках регионов, территориальных избирательных комиссий были. Мы со всеми замечаниями Минфина, наших коллег, согласны. Согласны. Это принципиальная позиция. Между тем в ЦИК провели свои работы по сокращению. В этот раз претенденты смогут получить листы для сбора подписей через два дня вместо пяти положенных. Проверять подлинность подписей будут в два раза быстрее. За пять дней они десять, как было ранее, при этом вручную. А вот фамилии тех, ради кого эта работа проводится, официально до сих пор не названы. В ЦИК на сегодняшний момент еще ни одно республиканское объединение с выдвижением кандидатуры не обращалось. Партия Нуратан определит своего кандидата 23 апреля. Коммунистическая народная партия 26-го. Партия ООО пока не определилась, будет ли участвовать и точно откажется от них демократическая партия Азат. Не смогли определиться с претендентом и на пленуме Акжола. Представители из нескольких регионов предложили кандидатуру Азата Перуашева. Но руководитель попросил коллег дать шанс и другим однопартийцам. До конца срока выдвижения кандидатов на пост президента остается менее двух недель. Он завершится уже 28 апреля. В Ак-Тубе инициативная группа просит освободить из-под ареста чиновницу Жанаргуль Дюсикенову. 38-летнего руководителя городского отдела жилищных отношений взяли под стражу 12 апреля по подозрению в мошенничестве на 100 миллионов тенге. В отношении Дюсикеновой Жанаргуль Балгазаидной санкционировано меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, то есть до 10 июня 2019 года. Согласно обвинению, чиновница, используя служебное положение, брала крупные суммы денег, а взамен якобы обещала предоставить льготные квартиры по госпрограмме. Пострадавшим по делу проходят 38 человек. С версией прокуроров не согласна инициативная группа. Обычные горожане, которые непосредственно обращались с Дюсикеновой по вопросам получения жилья, написали письмо, адресованное президенту страны, генпрокурору и Акиму области. Собравшиеся считают, что дело против арестованной сфабриковано, в нем много нестыковок и намерено добиться справедливости. Зарплаты 7 лет она копила и через 7 лет она получила вот эту квартиру. Ну, Рахтубе, обычная какая-то однокомнатная квартира. То есть, если бы человек имел нетрудовые доходы, он бы имел несколько квартир, я так думаю, машины. Грузовики ушли под землю на трассе в Карагандинской области. Случайные очевидцы распространили видео, на котором видно, что колеса большегрузов почти полностью утонули в асфальте. Просто пи***ь. Здесь Киевка, Асакаровка, трасса недалеко от родника. По словам автора в видео, это участок трассы областного значения, который связывает райцентры Нура и Асакаровка. Пропускная способность дороги – 2000 автомобилей в сутки. Ее построили в 60-х годах прошлого века и с тех пор капитально не ремонтировали. Сейчас дорожники пытаются вызволить тяжелые машины под завязку, груженные щебнем. А затем водителям утонувших авто грозят штрафы за отсутствие страховых полисов и за перегруз. На трассах областного значения действует ограничение 8 тонн на ось. У этих машин около 15 тонн. В областном управлении пассажирского транспорта и автодорог сообщили, что принимают меры по признанию недобросовестным подрядчика ТО «Желстройгрупп», который выполняет госзаказ по содержанию дороги. Со стороны ТО «Желстройгрупп» не были приняты меры перед паводковым периодом. То есть вот эти снежные валы высотой 1,5-2 метра оставались в резерве. Резерв и обочинах. Ввиду этого произошло переувлажнение земполотна автодороги, которое является одним из основных факторов, которые повлекли за собой произошедшее. Стало известно участь мужчины, который исчез этой зимой на трассе в Карагандинской области. Тело 32-летнего Дмитрия Чеснокова обнаружили в 5 километрах от места пропажи. Экспертиза установила, что он замерз. Мужчина ехал с вахты домой вместе с другом в январе этого года. Автобус сделал остановку в поселке Аксу Аюлы возле кафе. Все пассажиры вернулись в салон, кроме Дмитрия. Друг обошел здание, но не обнаружив товарища, даже сообщил водителю автобуса о пропаже человека, но автобус все равно уехал. Родственники предполагали, что мужчину могли забрать на зимовку. Вместе с полицейскими они объездили несколько хозяйств. И вот тело мужчины нашли, когда сошел снег в 5 километрах от поселка, где он пропал. Ну не знаю, тело не вздутое. То есть разлагать он даже еще не начал, значит его недавно туда выкинули. Ну сейчас кто будет разбираться? Претензии есть, конечно, ко многим, но смысл сейчас уже. Ключи, деньги, все на месте у него. Носочки чистые абсолютно, даже вот прям беленькие-беленькие. Вся одежда целая, единственное лица нет. Даже если бы его заставляли работать, он бы, пусть бы даже его били, там он бы не согласился. Такой характер у него был. На Украине кипят предвыборные страсти. По данным соцопросов за Владимира Зеленского, во втором туре готовы проголосовать 71% респондентов. Тогда как Петр Порошенко может рассчитывать лишь на 29%. Накануне Порошенко должен был провести дебаты с Зеленским. Правда, его конкурент на стадион Олимпийский не пришел. Если он снова прячется от людей, если ему страшно, мы будем звать его каждый день на каждый телеканал, чтобы вся страна поняла, кого ей выбрать на следующие пять лет. Петр Порошенко встретился с избирателями на стадионе Олимпийский в Киеве. Ранее он предложил своему оппоненту на президентских выборах провести дебаты 14 апреля. Но Зеленский в это воскресенье не пришел, хотя встреча на стадионе была его идеей. И Порошенко был вынужден проводить их в одиночку. Владимир Зеленский, в свою очередь, записал видеообращение к Порошенко. Он посоветовал нынешнему президенту страны перестать бегать по телеканалам. По мнению победителя первого тура выборов, действующему главе государства, следовало бы заняться выполнением своих прямых обязанностей. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю». А именно, посадили убить Екатерины Гонзюк, посадили свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли. О наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут. Пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов и накричитесь на стадионе. Новости Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. В Ак-Тубе вандалы оставили без ограждения братскую могилу. Они унесли с кладбища 72-метровый чугунный забор. Первыми пропажу обнаружили работники Центра ритуальных услуг. Они сообщили в полицию. Вместо памяти и цветов на братской могиле разгром похитителей не остановил тот факт, что здесь захоронены 300 солдат, отдавших жизни за мирное небо. Все они скончались в эвакуационном госпитале, который работал здесь в годы войны. Погромы на братской могиле преступники устраивают не первый раз. В 2012 году вандалы разбили гранитную плиту с именами советских солдат. Тогда их не нашли. На этот раз преступники позарились на чугунные ограждения вокруг братской могилы. Сняли всю ограду. Пытались унести даже те, что залиты бетоном. Поднять, видно, не удалось. Слишком тяжелые. На данный момент проверяются все подучетные элементы, также все пункты приема металла. Братская могила находится на территории закрытого кладбища, которое, как другие, 39 находятся в частных руках. Два года назад местные власти передали все кладбище Ак-Тубе в доверительное управление. Кладбище закрыто на консервацию, поэтому охраны там нет. Каждую неделю мы только проверяем. Осенью в последний раз там проводили очистку от мусора. Тогда ограждения были. Я помню, после зимы пропали. Приведут ли в порядок братскую могилу к 9 мая? Вопрос открытый. В Центре ритуальных услуг надеется, что полицейским удастся задержать воров и вернуть ограду. Чиновники же говорят, что бюджет выделяет средства только на захоронение неизвестных лиц, а на содержание кладбищ нет. Эльмира Яржанова, Жомар Тхудайбергенов, Инфорум-бюро Ак-Тубинской области. В Министерстве внутренних дел назвали причину массовой гибели рыбы в Атырау. В ходе расследования удалось выяснить, что катастрофе привело отравление хлором. Сейчас эксперты пытаются вычислить предприятие, которое могло сбросить хлор в реку. В конце прошлого года были возбуждены два уголовных дела. С января в Атырау работают следователи. Погибшую рыбу в Урале чиновники делят на две группы. Естественная популяция чуть больше 8,5 тонн. И осетр, которого разводят заводы, 101 тонна. 36 тысяч взрослых особей в этом году должны были впервые дать икру и принести прибыль, но все они погибли. Ущерб составил 1,2 млрд тенге. Из-за этого Атырауская ситровый завод находится на грани закрытия. В МВД отметили, что расследование затянулось из-за большого объема работы, таяния льда и судебной экспертизы. Теперь ведомство выясняет, какое предприятие сбросило хлор в реку. Расследование на контроле МВД. Мега-силк-вэй два года в свой день рождения. Торгово-развлекательный центр, как было принято на торговых улицах и площадях Великого Шелкового пути, подарил своим посетителям яркий праздник. Почти 100 тысяч гостей принял Мега-силк-вэй в минувшие выходные. В честь дня рождения ТРЦ здесь собрались родные, друзья, коллеги, шапоголики, киноманы, гурманы, те, кто любит кататься на коньках, прыгать на батутах, отдыхать увлекательно и познавательно. Мега-силк-вэй для нас, артистов, это самая большая сцена. Здесь наш зритель. И мы очень рады, что мы дарим такие эмоции гостям и жителям нашей столицы. Что Мега для нас дает такие возможности проявлять свой талант и все свои умения. В Мега-силк-вэй есть все для досуга и полезных покупок. Среди тех, кто часто посещает ТРЦ, уже стали популярными акции «Большая семья», «Мега-студент», «Паркинг в подарок». Кроме сезонных скидок, розыгрышей призов, ярмарок, здесь регулярно проводят развивающие квесты, мастер-классы для детей и взрослых. А главное, здесь живет любовь. Акьерке – оператор информационного стола и канат. Консультант одного из магазинов ТРЦ полюбили друг друга и стали парой спустя месяц после открытия «Мега-силк-вэй». Я нашел работу в «Мега-силк-вэй» и мы дальше начали встречаться. Торговый центр «Мега-силк-вэй» объединил не только двух людей, но и два улюбленных сердца. Каждый месяц «Мега-силк-вэй» посещает 1 миллион человек. В ближайшие дни здесь ожидают 25-миллионного гостя. Счастливчика, который получит в подарок шопинг на миллион, определяют специальные счетчики, установленные на всех входных группах. Илья Рыбин, Дидар Елеев, информбюро «Нур-Султан». В Павлодаре благодаря инициативе «Форт и Банк» появился новый парк. Десятки тополей, берез, ясеней и даже голубых елей высадили банкиры возле нового бассейна «Ертыс-Олимпик». Остальные пустят корни вдоль реки. Кроме того, организаторы акции приняли активное участие в городском субботнике. Для семьи Дидара Буранбаева этот день станет памятным, ведь он вместе с детьми принял участие в озеленении любимого города. Всего в акции участвовали 60 сотрудников «Форт и Банк» и члены их семей. Деревьев очень много, саженцев много, хватит на всех. И очень хотелось бы, вот мы дома разговаривали, чтобы у каждого было свое дерево в этом городе. Мы будем приходить, ухаживать за ним и смотреть, как он растет вместе с детьми. Выделенная для озеленения территория позволила посадить только 247 из 500 подготовленных деревьев. Остальные будут высажены вдоль набережной. Соблюсти технологию посадки помогали компетентные специалисты компаний-подрядчиков по озеленению, привлеченные банком. Мы заключили с ними договор о том, что они нам обеспечивают посадку этих деревьев, обеспечивают количество 500 деревьев и двухлетний уход за этими деревьями. То есть гарантийный срок в течение двух лет. Если какие-то деревья у нас высохнут или придут в негодность по каким-то причинам, эта подрядная организация обязуется их пересадить. Мы сегодня сменили наши офисы на этот живой кабинет. Это так здорово, это наш вклад для нашего города. Надеюсь, жители Павлодара будут очень довольны. И нам вообще это нравится. Форт и банки рассказали, что Павлодарская область – очень важный регион. Здесь высокие показатели по кредитованию населения, а также много клиентов среди представителей малого и среднего бизнеса. Алиял Мухамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область. А в Заполярной Скандинавии завершилась любительская гонка на собачьих упряжках. Участники прошли через три страны, преодолев 300 километров. Самым сложным в этом соревновании была погода. Конкурсантам пришлось преодолевать препятствия при 20-ти градусном морозе. Любительская гонка имеет многолетнюю историю. Проходит всегда в Лапландии, длится заезд пять дней. Количество участников тоже стабильно. В любительской гонке на собачьих упряжках участвует 20 человек. Эти два десятка человек выбирают специальное жюри. Но подать заявку может всякий, кто готов провести неделю в апреле в снегах за полярным кругом. Маршрут длится 300 километров, проходит через Норвегию, Швецию и Финляндию. Караван сопровождают профессиональные гиды. Упряжки тянут больше двух сотен собак. Организаторы вдохновлялись знаменитыми состязаниями на Аляске. Только в отличие от гонки для профессионалов, в Скандинавии собираются в основном новички. И целью становится не победа, а приключения.